ПЕСНЯ Дорогой Господь, благослови нас на сей занятия, умудри нас через Слово Твое Святое. Помоги нам, Господи, чтобы не уклонялись мы ни вправо, ни влево. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Тебя, Сына, Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Так, на прошлом занятии мы закончили на 10 стихе. Я сейчас в памяти освежу с 6 стиха. Оттолкование начнем с 11. Итак, к римлянам 10 глава с 6 стиха. А праведность от веры так говорит. Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свисти. Или кто сойдет в бездну, то есть Христа свисти. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в стах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. И сейчас с 11 по 13 стихи, на который будет толкование. Итак, к римлянам 10 глава с 11 по 13 стихи. Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между Иудеем и Эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Пакование. Сказав, что сердцем веруют, а устами исповедуют, приводит из Писания свидетельство о вере и исповедании или призывании. Когда говорит, всякий верующий, указывает на веру, оправданный которой не будет постыжен. А когда говорит, всякий, кто призовет, указывает на исповедание, соделывающее спасение. Итак, теперь всякий, иудейный или язычник, может быть принят Господом. Один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Иначе сказать, это царь, богатый золотом и серебром. Посему, если богатство Его составляют самые верующие, то не отчаивайся, думая, что согрешил так, что не можешь быть прощен. Он примет тебя, чтобы и тебя сделать участником в своем богатстве. Вопросы? На этот отрывок нет. Ну, часто приходится слышать от сектантов, ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется. То есть, всякий еретик, всякий сектант, всякий, всякий, всякий. Нет, тут нам четко толкование православные нацы растолковали. Под словом, всякий, разумеет, не только иудей, но и язычник. Все. То есть, дверь спасения открыта для всех. Кроме, естественно, сектантов. Им дверь закрыта. Иередиков участь в биении огнями. Это дела плоти. Так нам писание говорит. Игнат Николаевич, желаете что-то добавить, расширить? Вот и правильно начал об этом говорить. Берут один стих, вырывают, кто призовет имя Господня. Ни одного нету слова здесь о том, чтобы следовать по заповедям Господним. Ни слова не сказано о том, чтобы помогать нищим. Кто призовет имя Господня? Да любой пьяница призывает, а на завтра боярышник напился и отошел. Именно в плане того, что иудеи и елены. Вот только к этому относятся. И при том еще и в церкви. Вне церкви нет спасения. Видите, сколько нужно дополнительных слов сказать. Дополнительные места описания. А не так, что выдрал один текст. Все. Тут не говорится о том, чтобы соблюдали воскресные дни. И дальше любили священство. Ни слова не сказано. Но оно все находится в других местах. Отошел. Продолжаем. Послание к римлянам святого апостола Павла. 10 глава. 14 и 15 стихи. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Так написано. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Толкование блаженных эфилактов. Выше сказал, что всякий, кто призовет имя Господня, спасется. Теперь укоряет уже иудеев за то, что не призвали имени Господня. Почему же не призвали? Потому что не уверовали. А почему не уверовали? Потому ли, что не слыхали? Нет. Слышали. Потом возражение. Как могли услышать без проповедующего? Следует опять ответ. Нет. Были проповедующие. Многие таковые посланы были к ним. Из чего же видно, что эти посланы были проповедниками? В ответ на это приводит слова пророка. Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Пророк Исаия, 52 глава 7 стих. Апостолы, обходя Вселенную, возвещали не иное что, как неизреченные блага и мир Бога с человеками. Поэтому неверие есть собственная вина тех, которые не приняли проповедников. И небольшой комментарий Игнатия Тихонча Лавкина. Какие печальные для православного слуха слова читаем мы здесь. Как могут быть блаженными люди, не исполняющие слов, написанных здесь блаженным феофилактом. Да. Сегодня опять я был на утренне в храме. Храм, куда мама моя ходит. Ни одной проповеди спиной к народу на церковно-славянском. Два с половиной часа тянания и мучения, если так сказать. Ну, помолился, конечно. Вот, скорбит сердце об этом положении. Конечно, и... Но где-то, где-то лед трогается потихоньку. Может быть, отчасти благодаря нашим видеороликам. Но, к сожалению, не везде. Система. Система порочная. Вопросы есть? Вот, особенно сегодня на Рождество. Будут читать на языках, какие знать не знают. По-латыни, по-гречески, по-еврейски. Только не по-русски. Кто это все придумал-то так, чтобы спрятать-то? Живое слово от живого Бога пришло к нам. И четыре замка сразу надевают. Первое. Считается в алтаре самое далеко удаленное место от народа. Второе. Спиной к народу. Письмо-то к народу написано-то, а не к престолу. Третье. На церковно-славянском. И дальше растягивают гнусаво, непонятно. Даже никто и по-русски-то не поймешь, как он считает-то. Четыре замка надеты. Ну, кто же это сделал-то? Сейчас везде храмы обкрадывают. Обкрадывают иконы и то другое. Так зачем уже дорогие иконы-то имели? Вот, в прошлый раз мы дорогой с тобой ехали, и ты слышал, как говорил Иоанн Суворов. Вчера его, позавчера, сломали двери там, все, вытащили иконы у него. Ну, и думают, что виновен я, потому что показал. Показал-то, когда мы у него были. Я говорю, да прошло два года, за это время-то уж сотни храмов обокрали. Ты заранее-то бы все это обдумал. Да бумажную какую-то икону повесил, да и все. Ну, вот такая история. Мне уже позвонили с обидой. Пошел. Ну, а съемки ведутся в более дорогих храмах, с более дорогими иконами. И что ж теперь, всех этих теперь призывать к ответу режиссеров, или кто-то, видеосъемщиков, да? Ну, согласен я. По римлянам, 10 глава, 16 стих. Но не все послушались благовествования, ибо Исайя говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Толкование. Апостол сказал, что пророки свидетельствуют, что этих благовестников послал Бог. Так, секунду. Посему, дабы кто не возразил, если они были от Бога, то следует, чтобы все послушались их, утверждая, что действительно не все послушались благовествования, но от этого нет никакого вреда истине. Об этом за много лет говорит Исайя. Кто поверил слышанному от нас? Исайя 53.1. Слово «кто» употреблено здесь вместо «немногие поверили слышанному от нас». Вопросы? Ну, что здесь? Все понятно. Семнадцатый стих. Итак, «Вера от слышания, а слышание от слова Божья». Толкование. Слова эти находятся в связи с предыдущим и представляют как бы вывод из чего-то прежде сказанного. Но ими апостол высказывает и нечто другое. Иудеи непрестанно искали чудес, даже желали видеть воскресенье. Поэтому говорит, что вера от слышания и не должна требовать ничего более этого слышания, «Ибо слышание – это не простое, необыкновенных речей, но глаголов Божьих. Посему, если ищешь чудес, которые происходят от Бога, то вери словам, которые говорят от Бога». И комментарий небольшой, Игнатий Кончалаткина. «Сколько необычно читать такие слова для современного православного человека, воспитанного на акафистах и канонах, на поездках по монастырям и поиске чудес и мироточивых икон? Как все запутали в вопросе спасения?» Далее цитата опять Блаженного Конфилакта. «Вера от слышания и не должна требовать ничего более этого слышания». Так говорится. Я верю, мне не надо никуда ехать. Я верю и так. Зачем искать? Елины требуют чудес. Вот. Вчера как раз смотрел ролики по «Чудо было Зое на стояние» называется. «128 дней девушка стояла». И вот там тоже пишут. Фотографии не сохранили, значит, этого не было. Да кто бы им дал фотографировать, отцепление было. Вокруг стояли милиция там. Не верят в это чудо. И вроде как это специально сделали. Никакого чуда не было, чтобы вот раздуть это мракобесие. Коммунисты пишут, видать. Вот. Вопросы? Игнатий Тихонович. Дело в том, что вопросы эти возникают по ходу жизни. Если люди никогда не на практике не использовали эти слова, что вера от слышания, то как он может сказать, кто поверил слышанному? Ты упроси Бога, чтобы путь-то маленько изменился. Не так, что как у пенсионеров сегодня. Туалет, холодильник, телевизор, все. По этому треугольнику сатана и наворачивает, пока инфаркт или инсульт не сунет в темешке. Кто поверил слышанному? И себе ответить, там-то я говорил, много людей, а поверил один. Здесь было немного, а обратилось больше. Вот мы в Ребрихинском районе находимся. По каждой деревне идем с евангелями. И тут одна деревня, она километров 12 тянется, там две улицы. Паново и Подстепно. Разница очень большая. Подстепно, полный развал. Собрали в клубе людей. Еще больше 30 человек пришло. Паново, она немножко поменьше, но чисто, ухоженная, все у них есть. Пришел один человек. Видите, какая связь с этим, что обратно пропорционально достатку. Почему говорили древние, что кровь христиан была семенем христианца? Хочешь, не хочешь, а по неволе будешь думать, крови не хватает. Сохрани Бог, чтобы мир ушел. Да дай Бог, продли мир. Но смысл остается тот же самый. Это времена императора Деки. 249 год. Христиане бросились по университетам, учиться, все. Он пришел, устроил гонение, проверку. Такое отступление было ужасно. Одна пыль пошла. Через три года обновилась церковь, а его убили. В 51 году. И вот сегодня такая же обстановка. Что-то должно быть. Так не может вечно продолжаться. Как вот скажи, анабиоз какой-то. Полусонные мухи. Вот осенью ползают. Вот так люди в храм приходят, шатаются. Священники. Деньги, деньги, деньги. Больше ничего не видят. И семинаристов набирают такие же. Совершенно неверующие. Безбожники. Хуже всяких атеистов. Не должно требовать ничего более этого слышания. Не надо вам в семинаре Академии. Слышание Слова Божия. А он его не произносит и не знает. Сегодня мне выкинули. Вот из-за того, что вы Библию цитируете, вы этим и доказали, что вы сектанты хуже баптистов. То, что я Библию цитирую. А я говорю, я сразу понял, что вы, православные, раз Библию не любите, никакой биографии-то не надо. Библию не любят. А любят хождение, стояние, в рот что-то взять, в ноздрюлю понюхать. А вера это отслышание от ушей. А не от того, что тебе на язык попало. Отошел. Римлянам, 10 глава, 18 стих. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Полкованя. Кто-нибудь мог спросить, что же из того для иудеев, если благовестники были посланы, а иудеи не слышали? Апостол отвечает, вся вселенная слышала. Как же не слышали те, у которых апостолы провели столько времени, и от которых произошли? Возможно ли это дело? И опять комментарий для Тихончина. Слова, вся вселенная слышала. Если вся вселенная слышала проповедь о рождении свыше, о принятии веры в Христа своим спасителем, о личном сознательном уверовании, придя в возраст, значит, слышали все, троеточие, кроме православных. Священники заморили свою пасту, приучив их стоять мертвыми столбами на длинных непонятных богослужениях. Люди идут в храм отстоять службу, но Слово Божие предупреждает, что цель прихода в храм в первую очередь состоит в следующем. Экклесиас 4,17 «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в Дом Божий, и будь готов, Боря, к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Сегодня люди даже и не думают, что они худо делают, что богослужение поставили на первое место, отменив проповедь. Вопросы? Игнат Тихонович, добавлять что-то будет? Будет. Мне пришлось в одном месте быть. Это Лос-Анджелес, Америки. Ну, я настаиваю просто. Масарики собираются, послушали. Я говорю, а молодежь, что у вас тут есть? Да есть. Я говорю, ну соберите молодежь, что мне через неделю уже уезжать. Ну, охота повидаться-то с молодежью, американская, русская диаспора. Да, они не нуждаются ничем. Совершенно не нуждаются, нет. Я говорю, ну соберите. Ну, убедил. Они собрали там человек, может, 35 молодежи. Возраст разный, 16, 20 до 30 лет. И вот, ну вечером после работы пришли, проходит час, проходит второй, третий, старики шепчутся. Это что, наша молодежь? Да что же это, как это так-то? Они его слова не хотели слышать. А здесь, как говорится, раскрыв рот, задают интересные вопросы. Ну, естественно, что встреча-то была назначена со мной, поэтому я отвечал. Да когда вышли, а один другому говорит, машину-то ведь я старенькую купил-то, она довольно новая еще. Сколько долларов она стоит? Я говорю, а твой сын здесь, Сорокин его фамилия? Да. И как? О, он и про машину забыл. Вот это да, мой сын. Да какие вопросы задают? Так вы продлите то, что есть. Кто поверил слышному от нас? Я отвечаю, все до единого поверили. Вот какое было. А там кто? Там сербы были, сербы. Это братушки наши. Молодые люди. Ни одного не было противника истины. Это люди, живущие в Америке. Ну, почему же вы спрятали слово Божие? Ведь отвечать же придется. Это я им со слезами говорю. А эти облепили, домой не отпускают, хоть всю ночь готовы сидеть. С окна только никто не свалился. На первом этаже были. Отошел. Римлянам 10.19 Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит, я возбужу у вас ревность ненародом, раздражу вас народом несмысленным. Толкование. Опять новое возражение. Если апостолы проповедовали, но иудеи не поняли, уже ли не заслуживают они извинения? Решает и это возражение. Они, говорит, должны были понять, что проповедуется Христос, если не из другого чего, то, по крайней мере, из того, какой чести удостоились язычники. Они видели, что идолопоклонники вдруг удостоились таких благ. И потому должны были проникнуться к соревнованию и заключить, что этот самый народ, о котором сказал Моисей. Не только величие чести достаточно было к тому, чтобы подвигнуть иудеев к соревнованию, но и то, что удостоился чести народ, до того низкий, что не стоит даже почитаться народом. Раздражу вас, сказано, народом несмысленным. Что неразумнее язычников, поклонявшихся деревьям и камням? Вопросы? Игнать Иханович, давайте. Вопрос, что неразумнее язычников? Сейчас это родноверие возникло, неоязычество. Самые-самые люди негодные. Верят всяким деревяшкам, то, что давным-давно прошлое в этапах этих. И Бог говорит, раздражу этим народом. И вот выступает патриарх Кирилл. И говорит, кто мы такие русские были-то? Люди даже не второго сорта, а дикари. Как на него напали со всех сторон. А он сказал абсолютную правду. Мы даже представить не можем, кем были бы мы, если бы даже в таком виде, вот в искаженном виде, христианство не дошло до нас. Деревяшка любая, истукан. Бог поклоняется. Солнечный свет. Животные, самые негодные, поклонялись-то крокодилам, крысам, мышам. Кого только не было. Но Бог говорит, я вас раздражу. Вы правильно думаете, что язычники такие? А себя считаете мудрыми евреи? Так я вас раздражу тем, что они обратятся, вы увидите, как они в царство небесное входят. А вы-то остаетесь за дверями. И вот мы должны показать несмысленному народу, который отошел от церкви, еретики, которые скрылись под названием конфессии, динаминации. Вы запрещаете такие слова произносить. Всегда говорите, зачем ты Бога раздражаешь чужими словами? Это ересь. Слово ересь сатана прикрыл динаминацией конфессии. И где приходится говорить, более неразумного, как того, кто бежит из дома, неизвестно, что пьет и ест, это те, которые слуги, это те, которые последователи дофана Вероной Кореи, которые отошли от православной веры. Четко настаивай на этом. Они будут смеяться, всякие мерзости говорить, а ты на это не смотри. Да, они считают православно неразумные. А мы должны показать, мы как раз и разумные, что мы сохраняем веру, которую Бог дал 2000 лет, нерушимо стоит. Каноны, толкование, жития, Библия. Сектанты-то пользуются Библией, которую утвердили православные на соборах, канон-то. И перевод-то Библии синодальный, опять же эти бородатые православные. Сектантов легко осаживать. Ты одно-два настоящих места приведи, и они тогда раскрыв рот будут смотреть на православных. Мы никогда не ждали, что в православии живая вера. А ты покажи, что она не просто живая, а это источник воды живой. Отошел. А Исаия смело говорит, меня нашли неискавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне. Большой буквы. Меня, мне, я. А Боги ведь. Толкование. Сказав, что Моисей говорит первый, упоминает и о другом пророке, который говорит тоже яснее и более открыто. Исаия смело говорит, то есть усиливался высказать истину во всей ноготе, и лучше подвергнуться опасности, нежели молчать. Меня нашли неискавшие меня, и которые не вопрошали обо мне. Исаия 65.1 Кого Моисей называл народом несмысленным, тех Исаия наименовал неищущими и не вопрошающими, то есть невеждами и врагами здания. Итак, из всего этого иудеи должны были понять, что одни отвергнуты, другие приняты. И комментарий Игнатий Хачалапкин на слова «Лучше подвергнуться опасности, нежели молчать». Так, комментарий. «Когда говоришь о проповеди Библии, то православные смотрят на тебя с большим подозрением. Ты не только рискуешь быть непонятым, но тебя с легкостью объявляют врагом православия. Но проповедь Библии да прозвучит через каждого, в первую очередь в среде православных». И еще раз повторяется цитата. «Лучше подвергнуться опасности, нежели молчать». Ну и вот такой опасности подвергнутые люди, я много таких людей знаю. Действительно, истинно так. «Когда говоришь о Слове Божьем, от Библии и гонят православные, прям гонят. Игнат Ильич, добавите». «Я могу только добавить одно. Слушатели, которые ходят на занятия, на практике применяйте слышанное. Я же ничего не толкую, на меня напрасно нападает, что я дал какое-то толкование. Где оно, толкование-то? Я просто другим шрифтом показал, «Лучше подвергнуться опасности от православных. Пусть тебя назовут сектантом, как угодно, но ты не молчи. Бог сделает так, что будет изменение обстановки». У меня не просто как-то долбил ног до головы местный настоятель Войтович Отец Николай. Но он видел, как царушки-то со всех сторон подходят, тому сказал, тому подчинил, третьему снег сбросил. «Да ты, Игнатий, не солнышко, всех не обогреешь». А потом они тут же на высоком крыльце, Покровский собор, падали, меня за ноги хватали, плакали, простите, он говорил, а оказалось не так. Баба, да наплевать да забыть-то, забудь, что он тебе говорил. Мы должны узнать, как красиво жить интересно в бедности, ничего не имея, кроме доверия Богу. Обстановка меняется. Вчера было так, а сегодня так. Поэтому надо смотреть не на сегодняшний день, а смотреть вдаль, чтобы эта звезда Вифлеемская воссияла в наших сердцах. Я тоже думаю, до первой звезды сегодня не едят люди. А как же эти волхвы-то? Они еще не знали об этом правиле. И пастухи не знали, но тоже, наверное, сердце-то радовалось. Потому что, когда радостный праздник был в Израиле, то им давали лепешку и кусок мяса. У нас завтра утром богослужение будет. Отошел. Римлянам, 10 глава, 21 стих. Об Израиле же говорит. Целый день я простирал руки мои к народу, непослушному и упорному. Толкование. Дабы иудеи не имели права сказать Богу, ты найден язычниками, а с нами не хотел обращаться. Пророк присылку пляет. Я целый день, то есть во всякое время, простирал руки мои, то есть привлекал вас, но вы оказались народом непослушным и упорным. Следовательно, вы виноваты, а не я. Я с большой буквы. Я простирал руки свои к вам и призывал вас, но вы не послушались. Отсюда видно, что израилетяне и слышали, и знали, но не хотели покориться. И еще один комментарий. Игнать Тихон Чалапкин. Совершенно неожиданно для нас самих мы получили глубокое внутреннее убеждение, что нужно издать Новый Завет с толкованием Святых Отцов, с комментариями, и отныне уже никто не скажет, что они не замечали, не выделяли эти слова в Писании и в толковании блаженного Сифея Афилакта. Это слова о крайней необходимости проповеди Евангелия, проповеди о жертве, с большой буквы, принесенной Сыном Божьим, о пролитой за наши грехи при чистой крови Его, проповеди живой и вдохновенной, которую должны нести в мир всех христианин. Отныне о всех читающих это будет сказано. Они и слышали, и знали, но не хотели покориться. Вопросы? Игнать Тихонич. Я снова обращаюсь к тем, кто будет читать. Вот Блаженного Сифея Афилакта, 11 век. С 11 века эту книгу печатали. Я неоднократно встречался со священниками. Я говорю, а вы знаете толкование Блаженного Сифея Афилакта? Да, конечно, вот при Патриархии недавно издали, при Алексее. Но вот такие слова, которые я выделил, да нет таких слов. И вот я показываю, сделал 297 комментарий. Впервые за 900 лет. И слышали, и знали, и знали. Мы не хотели покориться. Я говорю, написано. Да нет этого. Открывай. Открываем, написано. Я ему одно, один комментарий, который я ставлю, другой показываю. Я только выделил, что надо проповедовать, надо любить Бога. Я посмотрел, вот, священник, закончил семинарию, там, в академии учится, или закончил. Вид у него абсолютно расстроенный, получается. Да как же так? У меня книга на полке стоит. И я иногда даже смотрел, но никогда упорно это не делал. А вы буквально по мозгам, по мозгам, по мозгам. Я говорю, да я эту цель-то и ставил как раз. Евангелие стоит мертвое. Дали с толкованием, мертвое. Но как только дал комментарий, скажи, все на меня поднялись. И что интересно, вот один архиерей говорит, я читаю когда, я комментарии стараюсь перескакивать, даже не смотреть. До того тяжело читать. Я говорю, что-то против. Ну, не могу сказать против. А другой, я читаю только ради того, чтобы комментарии ваши найти и почитать. То есть, на всех никогда не угодишь. Да и не надо угождать. Горе, когда все о вас будут говорить хорошо. Ну, вот вы читаете, слышите, а я еще сейчас на экран и вывел, да еще красным сделаю. Ну, плохо разве это? И поэтому вы людей привлекайте к этому, к нашим занятиям-то. Кроме того, еще Новый Завет и есть. Вот-вот кончится, и все на этом. Притом, 290 иллюстраций, светные раскрашивали. Гюставо Доре. Это трехтомник. Три тома. Новый Завет с толкованием. Отошел. Ну, вот я пока покажу. Вот такой вот. Поверни боком со всех сторон, чтобы было видно. Вот. И как боком положи, видно какой он закругленный корешок. Как он? И не так показывает, с торца. Поверни. О, вот так вот. О, во-во-во-во-во-во. С закладкой. Эти, Новый Завет, эти видели в библиотеке у нашего президента Путина. У патриарха, священникам. Вот здесь мы сделали целую акцию. Когда собирали священников на исповедь, и мы несколькими машинами окружились, ждали, когда они будут выходить с Покровского собора. Из 124 священника даром получили вот этот Завет. Трехтомник. Три тысячи стоит. Ну и умножь на 125. Недавно стали еще раздавать, пошел. Один говорит, а у меня есть. Ну уж не знаю там, как у него. А мы окружили епархию, собор, и буквально ни одного не выпустили, кому не подарили бы. Бог положил на сердце. Не то, что мы хорошие какие-то, просто Дух Святой нас побудил это сделать. И, конечно, эта акция принесла плоды свои. Священники многие стали лучше относиться. Я уж не говорю, то чудо, которое Бог сделал, что прислал такого тут митрополита, который наш митрополит, наш, никто не скажет, у нас нет света. Приезжают у нас, совершают литургию, и мы причащаемся к чем? Чужой или не чужой? Такого, чтобы архиерею вот так вот дали. Я написал благодарность патриарху Кириллу, что такого, наконец, дали нам архиерея в многострадальном Алтае. Он мне сразу откликнулся, и в Алтай прислал письмо митрополит Сергий. Как вы тако оценили мою работу, да я не такой. Вот это Бог услышал молитву. Да и Максим-то, который был Дмитрием, в конце все равно приехал, совершил литургию. Это наши епископы. Зачем? Они же идут не у маптистов, служат. Они меня в этот день и прищищали, прямо своей рукой митрополит прищищает. Да кто епископ? Тот, который здесь, который принимает, который молится и благословляет. Отошел. Римлянам 10 глава, 1-2 стихи. Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой? Никак. Ибо и я, израильтянин, от семени Авраамова из колена Вениаминова, не отверг Бог народа своего, который он наперед знал. И не знаете, что говорит Писание в повествовании об Ильи, как он жалуется Богу на Израиля, говоря, толкование. Назвав Иудеев народом непослушным, представляет себя сомневающимся, говоря, неужели обетования Божьи не исполнились от того, что народ израильский сделался непослушным? Нет, отвечает. Бог не отверг народа своего, который он наперед знал, то есть о котором знал, что он способен к принятию веры. Далее цитата. Ибо и я, израильтянин, апостол Павел о себе говорит. Потом, дабы не возразил кто, разве ты один составляешь народ, присовокупляет, не отверг Бог народа своего, то есть и другие, кроме меня, есть три тысячи, есть пять тысяч, есть великое множество из народа, которые уверовали, как показывают деяния апостольские. Вторая глава, 41 стих, 4-я, 4-я, и 5-я глава, 14 стих. Деяния святых апостолов. Патрозы. Игнать Тихонович. Не буду давать больше, пускай кто-то еще говорит. Кто-то еще желает? Пока нет, продолжим тогда. Римлянам 11-я глава, 3-й, 4-й стих. «Господи, пророков Твоих убили!» То есть это Илья в Ветхом Завете жалуется Богу на Израиля. «Господи, пророков Твоих убили! Жертвенники Твои разрушили! Остался я один, и моей души ищут!» Что же говорит ему божественный ответ? «Я соблю себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед Ваалом!» Толкование. Апостолу могли возразить, «Что ты, Павел, говоришь? Неужели в трех и в пяти тысячах в великом множестве людей полагаешь ты тот народ, который уподавляется песку и звездам?» Поэтому говорит, «И при Ильи спаслось не более семи тысяч, но и Илья не знал их. И теперь, вероятно, есть много уверовавших. Если вы не знаете их, то это не новость. И Илья не знал тех». Присем, неприметно касаясь словом другого предмета, показывает, что совершенное ими убийство давно свыше предсказано. Именно, дабы не сказали они, «Мы убили Христа, как обманщика», спрашивает, «Как же убили ветхозаветных пророков предки ваши? Неужели и те были обманщики?» Они смело огорчали, но как же предки ваши раскопали алтари? Неужели и алтари оскорбляли? А как домогались убить самого Илью, ревновавшего об иудеев, славившегося чудотворениями? «Если же в те времена, когда так много было порочных людей, Господь избрал для себя только семь тысяч, как показывает Писание, то есть откровение и Слово Божие, то отнюдь ничего нет нового, если Он, Господь, и теперь избирает только достойных». Это объясняет и далее. Вопросы? Комментарии? Желающие? У меня вопрос. Добрый день, Леворуси, Минск. Всех рад видеть. У меня такой вопрос. Можно ли здесь параллель увидеть в словах апостола Павла, который говорит «много призванных, но мало избранных». Относится ли это ко всем или только к евреям, народу Божьему? Спасибо. Владимир Тихонович, ответьте, пожалуйста. Пусть кто-нибудь еще ответит. Потом я, когда уже никто не будет отвечать, а то неудобно. Восхищаю Слово. Хорошо. Желающие. Сережа, может, ты попробуешь ответить? Вячеслав Скачев. Много призванных или мало избранных это только к иудейскому народу относится или ко всем? Ко всем, конечно. Ко всем. Господь только что выше читали богатый на всех. Пришел к своим и свои не приняли. К своим. К кому? К иудеям пришел. А избрал язычников потом. Почему? Они по духу поверили. По вере избрал. Поэтому я считаю тоже согласен Вячеслав ко всем. Бог не лицеприятель. Но в начале, конечно, он пришел к иудеям. К первым. А мы уже вред привитые язычники. Вот. Ну, Игнать Тихонич, давайте вы правильнее. Еще посрашивай кого-то. Посмотри там сколько новых людей-то. Тогда прямо вызывай по имени Сергей Ильинич, если он здесь. Он очень вызывал. Молчит что-то? Александр? Что сказать? Там сказано много званных. Не призванных, а званных, а мало избранных. Вот. Сергей Козлюк сказал призванных. Нет. Званных. Но мало избранных. А когда уже призван, это совсем немножко другое дело. Мало избранных. Ну, Господь звал всех или только иудеев? Господь, ну, иудеев он избрал. Он иудейский народ избрал всех. Это первенец. Израиль первенец мой. Он избрал. из всех народов он избрал один народ. В свое время, да. Избрал один народ из всех. Мы сейчас про другое время рассуждаем. Оно все связано. Оно все связано. Но поскольку был недостроен, говорит, жезлом накажу, милости своей не оставлю. Такая ситуация. Это что касается израильского народа. Ну, и Машер Абрейн за него молился, да, как Игнатих говорит, не понимая, что говорить. И апостол Павел желал быть отлучен за единокровных своих. Хотя вот, он не понимал, что говорит, не понимал. А здесь вот собственно вопрос-то в чем? Господь призывал всех, звал, или только иудеев звал? Избранные только иудеи, или... Избранные были иудеи, а сейчас Господь пришел, он пришел своим на своего не приняли. Он как говорит, не гоже забирать хлеб у детей и поврящить псам, и давать псам. Ну и псы едят крошки, которые падают со столом господей своих, да, и в Израиле я не видел такой веры. А потом он когда начал говорить иудеям, в свое время, при Ильи Пророке говорит, мало ли было вдовицы, но был призван вдовицы в Сарепту, физически вдовицы, или много было, мало ли было при Ильи Пророке прокаженных, он говорит, а и очистился один неиман сирианин, говорит, так и поверит, вот, Господь призывает, а призванные и избранные, это здесь вот уж сам Господь знает, каждый может потерять, все мы бежим еще, все бежим, любой может потерять свой венец, любой, как вот 40 мучеников севастийских, да, стояли мученики, мучились в озере, один не выдержал и ушел, тут же воин бросил, его место занял, да, вот так и сейчас вот, и во всем и в иудейском народе, сейчас уже нет ни Элина, ни Иудея, сейчас вот если кто отпадает, его место занимает, вот и все, благодарю, полное число пока не войдете. Сергей, можно еще сказать? Да. Надо просто вспомнить, о чем притча-то, сама притча, о чем говорит Христос, когда притчу-то говорил, что господин сделал пир и звал званных, а званные-то не были достойны, званные как раз и это иудеи по этой притче получается, а избранные как раз это оказались те, кто принял Слово Божие, поверили Христу, во Христа поверили. Но не только в этой притче, еще другая притча, что стояли без дела мужа и господин призывал их работать в виноградник. И первых он призвал по притче иудеев получается, а последних он призвал языческие народы. И когда он стал раздавать награду положенную, он сравнял их, всем дал одинаково. Иудеи возраптали, как же так, мы работали больше всех, то есть они первые признаны были от сначала, а ты сравнял нас с язычниками получается так. И дал столько же такую награду дал. То есть избранные здесь это все, говорится обо всех. Избранные могут быть как иудеи, так и язычники. Да, как иудеи, так и язычники. И это то же самое. Сейчас да, сейчас уже да. Сейчас уже каждый избран. Сейчас уже да. А сначала как народ именно, как народ был избран израильский народ. евреи. А сейчас уже избранные все поверят во Христа. Да. Кроме как разобрались. Игнать Китарев. Давай. Надо маленечко вернуться назад, как сказали притчи. Не избранных, а в первую очередь званых. Звал, это я кричал ему, называл по имени. Много званых. А как быть званым, то если нет проповеди. И как проповедовать, если не будет послова. То есть речь идет конкретно о проповеди. Званные. Это очень хорошо разбирает Феофан Затворник. Что благодать трех видов. Первое, призывающая. Касается всех. Призывает. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Время приблизилось в Царство Небесное. Это званых касается. Вот. Много званых. Много. По радио, по интернету везде зовут. Но кто откликнется. Вторая часть благодать обращающая. Это от Духа Святого зависит. Не поливающий, не сеющий, ничто, нуль. Все. Бог возвращающий. И вот это первая, вторая часть благодати очень хорошо поняли у сектантов. Какие бы они ни были, кто проповедует Христа во Святой Троице. А вот третье освящающее это таинство церковное. Это благословение, когда имеется рукоположение от апостольских времен. Сектанты вообще ее не имеют, ни одной крошки и не понимают. Мы должны им это говорить. И вот тогда избрание наступает, когда человек этот раз слышал, приходит в Церковь Христову, не в секту, ни в динаминации эти дурное имя, не в еретики, а приходит в Церковь. И законный пастырь-священник подготавливает его к окрещению. И в полное троекратное погружение благодать освящающая завершает духовное рождение свыше. Вот теперь мы видим много званых мы должны звать, выполнить миссию, призывать. А мало обращающихся это уже от нас не зависит. Только по молитве. Потому что четвертая часть только принесет плод. И то очень даже различный. От 30 до 100 крат отошел. Благодарим. Так, ну, Сергей, доволен об этом? Да, я вполне доволен. И очень даже, кстати, интересно, когда в Евангелии Иисус беседует с самарянкой. И где Христос сказал ей, что спасение от иудеев. Это момент очень интересный такой, когда, помните, был вопрос задан, что где поклоняться эту Богу? И Христос сказал спасение от иудеев. Интересно, очень он как-то тут вот ответил на это. Поэтому вот Павел, я смотрю, почему спрашиваю, тут отвержение, получается, Бог и не отверг свой народ, и в то же время отвергает примирение мира. Вот тут вот такие вот стороны витиеватые, что вот и отвержение, ведь понимаете, это как отверг, значит, что уже не простил? Нет, прощает. Ну а вот оскорбление Святого Духа, они пророков били, служителей Божих били, гоняли их, а они же по Духу Святому там говорили Слово Божие, а вот Бог дивный. Спасибо большое. Не все, Сереж, не все били. Понимаешь, сейчас только что читали, 7 тысячи, 3 тысячи уверовали, что придет Мессия, и они не были в числе избиваемых пророков. Поэтому, как в те времена малая часть иудеев не участвовала, то есть обетование Божие, оно исполнилось и на иудеях, и на изыщенниках. И среди иудеев уверовали во Христа, и среди изыщенников местности не народа. Поэтому, тут никакой витиеватости никакого нету. Господь, Он Господь всех. А на примере иудеев, Он, конечно, показывал остальным народам, как нужно выйти. Вначале, конечно, не запрещено им было с ними общаться, а потом в Новом Завете уже по-другому. Так, Римлянам, 11 глава, 5 стих. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Вот как в то время, так и в это. Вот читаем толкование. И теперь, говорит, есть остаток, то есть наилучшие. Когда провивают смолоченное, то в остатке бывает зерно. Так точно и Бог, отвергая дурных, оставляет себе достойных. Когда сказал по избранию, то показал старания спасаемых, потому что они сделали достойные избрания вследствие их старательности. А когда сказал благодати, то означал дар Божий. спасение, оно всегда обоюдостороннее. Есть спаситель, а есть спасаемый. Если спасаемый не хочет спасаться, спаситель не может его волю нарушать. Свободная воля дана человеку. Это страшный, страшный дар. Если бы не было свободной воли, все бы в раю были. человек вправе выбрать ад. Вот это его свобода. Сейчас на Украине кричат свобода, свобода, Европа. Выбрали гей-парады. Это их выбор. Вот. Вопросы? Можно меня спросить? Да, да. А вот в чем заключается старание избранных? В чем заключается старание избранных? Ну, сразу приходит на ум царство небесное усилием берется. И предпринимающие усилия восхищают ее. То есть усилие нужно со своей стороны. А не просто так. Я уверовал и все, теперь ни посты, кресты, ничего не надо, как у сектантов. Старание нужно. Даже апостол говорит смиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Самому оказаться недостойным. Ну, я это к себе применил конкретно в этот пост. Две недели не ел. Прекрасно себя чувствую. Возьми, попробуй, возблагодаришь Бога. А то как я Игнатий Тихоновичу поклончик, он тут одних песочек лаяк себе применил. И вот на три дырочки ремешок у меня на две недельки уже ушел. Слава кутию поедим, чтобы завтра маленько полегче выходить из поста. А без этого бесы они будут мучить. Бес чревоугодия он такой коварный страшный бес мучил меня долго. Ну, вот, с Божьей помощью надеюсь победил, а только каждую исповедь объедался, опивался, без ума смеялся, как говорится. Стыд, срам, позор. Нет, он взялся и все. Старание нужно и обязательно. Без старания никак. Никак. Ну, представь, человек тонет и он должен бутыхаться, стараться, чтобы его спасли, кричит. А если он молчит и кто же его будет спасать? А некоторым протягиваешь руку, они по этой руке бьют не хочу. Ну, какое же это старание этого вообще? А я сам знаю, как мне жить, что ты меня учишь. Ну, вот. Ну, еще кто-то может добавить о старании. Знаете, как добавите? Да. Нужно истинно со всей серьезностью отнестись к своему спасению, что благодатный день может уйти и не возвратиться. Поэтому апостол Павел неоднократно, мы видим, где он, в какой главе, в 16, там, 24, поясняет, как он был ревнитель. Неумеренно я был ревнитель. У меня были сверстники, но я больше их преуспевал. Я на этом не останавливался. Я этих еретиков давил везде, где только находил. А еретики были для него христиане. Ты должен ревновать то, что ты увидел. Я из опыта своего просто передаю. Я же не один в то время обратился, а никого нету. Остался один. Почему? Они не ревновали. И поэтому вернулись на прежний путь. Я вот понял, что я здоровый, сильный, достаток, работаю на корабле. Ну, чего мне надо-то? Блаженно плачущие, у меня слез нету. И в один вечер мне Бог дал слезы, когда подарили Библию. И за весь вечер я больше не вышел из коридора, где сидели люди. Я не мог выйти, не мог. Просто утонул в слезах. Почему? А я возревновал об этом. Дальше Слова Божия нигде нету. Возревновал и стал переписывать Псалтырь, Новый Завет печатными буквами. Ревность. Покажите в этом деле ревность. Господи, Ты дал мне услышать. Я своими словами стал молиться. Я расслышал голос. Господи, соверши надо мной избрание. Избери меня. Я не знаю, уже Бог избрал, коснулся, а мне все кажется, я как-то далеко отстаю. Я опять прошу, Господи, избери меня. И вдруг, на корабле, когда работаешь в море, там навигационные дни, суббота, воскресенье, приплюсовывается к отпуску. Я не могу вырваться скорее домой. В семинарию, в академию сразу заехал, стал свидетельствовать. Приехал домой, брат обратился в священник, первая сестра обратилась, мать обратилась, огонь возгорелся внутри. Ну, почему другой, смотришь, он уберывал из года в год, знаем, все лет уже 40, не с места не двигаются. Ну, поревнуй пока время-то есть, конечно, утекшее время не вернешь, но именно в этом откликнись, я хочу быть избранным. Я умоляю Господа на коленях, мы знаем, к чему кланяемся, почему святые говорили, сатана очень боится поклонов, поэтому поклоны, говорю, у тебя есть лестовка-то, ну, или четки-то, деды нету, ну, как же так, поревнуй ночной молитве. Ну, не может быть, чтобы простая борода тебя так мучает, ты не можешь, что сатана обуял. В таком возрасте на женщину похожий. Ты однажды возопей Господу, Господи, я хочу быть избранным. Ну, небритый же ты пойдешь в рай-то, промасоненные насквозь люди. Так так важно, борода, ты не рассуждай важно. Бог так сотворил, Бог дал знак, и поэтому ты по образу Божьей сотворенный или по образу женщины. В одном деле поревнуй и в другом. Выпивать любил? Любил, да. Теперь даже воды досыта не пей. Ты любил, там есть мясо, ну, а как, шашлыки, колбасы, запрети себе это, чтобы ни один поросенок тебе на язык не наступил. Да еще, молостная будет рыбу, ты и то не всегда поешь. Как это я говорю, слова Яна Златоуста. И вот избрание это подтвердить. Смотри, все бегут на листалище, а не так, что я уверовал, закон мне не нужен. Многие бегут на стадионе, но один получает награду, один. А как я бегу? Я опережаю того или нет? Соревнуйтесь. Вот этот дух соревнования поощряется Богом, когда он в духовном плане. Итак, бегите, бегите. Я не просто бью воздух, руками молочу там грушу какую-то, как Майкл Татсента. Смотри, он сколько тренировался-то. И как Федор Мельяненко. Но я к примеру говорю, потому что Павел сказал о спортсменах. И так и в духовном плане. На тебя наступают враги, там соседи, родственники, а ты за свидетельствия о Боге. Подними этот щит веры. Мы православные. Не надо православие или смерть. Православие и жизнь. Вот какой лозунг надо. Придумали смерть, череп рисует. Не надо это. И ты слышал девять заповедей блаженца. По порядку пройдись. Там гонимы, блаженны, изгнанные за правду. А тебя кто гнал-то? Ты поревнуй, чтобы тебя гнали. Почему? А ты вызови этот огонь на себя. Мне нравятся слова Бонапарта. Он говорил, главное вязаться в драку, а там видно будет. Обижает вдова какая-то. А ты пойди заступись. Выступи. Бог будет судить. Сколько ты уже награбил-то? Отдай ей. Отдай. Вот вдова. Феогност погиб. А вдова имеет один виноградник. От него питается. Мимо идет царица Евдоксия. И что придумали? Она из чужого сада не может своровать? Взять-то. Воровкой обзовут. Она в закон написали, что если царица или царь протянул и взял руку, то виноградник это ее теперь уже. Она не из чужого взяла, а из своего. А ему теперь вызовет и даст деньги. И она его виноградник присвоила. Дова пришла Златоусту жаловать. Он бы мог промолчать Златоуста. А он царису вызвал Евдоксию. Ты отдай виноградник. А кто ты такой? Ты учишь меня царицу. Я по закону делаю. Она говорит, язычники написали закон. Закон божественный. Ты должен накормить, напоить вдову. И она его погубила Евдоксия. Дважды сослала в ссылку и погиб. Привязанный веревкой за шею волоком тащили его. Дорогого Яна Златоуста. Сколько мы не получили проповедей. Это благодаря ей. А потом она 32 года трясло ее в гробе. Крышка сползала. И там уже Пеодосий-младший тогда письмо написал к Яну Златоусту, к умершему. Прости ее. Глупая баба-то была. Прости мою мать. Вот как надо рассуждать. Если не я, то кто? И поэтому поревнуй, чтобы все блаженства были твои. Блаженны. Жаждущие правды. Правды жаждать надо. А какая правда? По Евангелию, по святым отцам. Мы же православные. Как нам заповедовали отцы? Каноны написали. А не так, что они нам не нужны, устарели. Это у тебя застарелая в грехах душа стонет. Все каноны. Шестой Вселенский Собор. Второе правило написано. Сией трубы Духа Святого. Вот как их назвали. Отошел. Римлянам 11 глава 5 стих. Так, пятый прочитали. 11 глава 6 стих. Но если по благодати, то не по делам. Иначе благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то это уже не благодать. Иначе дело не есть уже дело. Толкование. Здесь показывает, что неуверовавшие из евреев не имеют никакого извинения. Вы не можете, говорит, сказать, что Бог требовал от вас делать трудом. Все есть дело благодати. Почему же не хотите вы спастись, когда такое благо предлагается вам без требований от вас трудов? Поэтому, кто хотел, те и спаслись. Эти-то и составляют народ Божий. Значит, Бог не отверг народа своего достойного спасения. Если бы мы благоуглаждали Богу делами, то благодать была бы уже неуместна. А если есть место для благодати, то нет уже дела, и дело не есть дело. Ибо где благодать, там не требуются дела, а где дело, там нет благодати. Вопросы? У меня вопрос. То есть благодать это даром дарованное спасение. Правильно я понимаю, Игорь Ильич? Абсолютно правильно. Но тут речь идет именно о моменте обращения. Никогда обратился. Если дальше дел нету, то мертвая вера. Она умерла. Люди, как скотина брошенная. Пришел к погибшим опцам Израиля. Момент, когда ты приходишь ко Христу, Бог не смотрит, какие у тебя дела. Разбойник ты был или блудница. Распустила волосы. Иди и впредь не греши. А вот теперь уже не греши. А теперь, кого обидел, в четверо воздам. До этого момента разницы нет. Он обманывал людей. Это некоторые не понимают. Вот дела не нужны, у меня их и нет. Здорово получилось. Дохлятельных валится. То есть речь идет о прошлых делах до принятия христианства. Теперь все понятно. Спасибо, Христиан. Вопросы? Кого накопились за это время? Время уже час прошел. Можно мне вопросы? Вячеслав Ткачев, давай первый. Да, вот от Матфея, 11 глава, 12 стих написано. От дни же Иоанна Крестителя до ныне, Царство Небесное силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. Это у меня вопрос. А как же должны были понять Христа-то те, кто слушал? Еще Дух Святой не сходил? Как силою берется Царство Небесное? Еще Христос не распил, Дух Святой не сходил. Как это понять? Я думаю, что, Сергей, я думаю, что интересно было бы при Христе. Люди же приходили и получали исцеление. И тоже получали воскрешение. Воскрешал Христос. И приносили расслабленного Христу. И по вере этих людей получал вот этот человек исцеление. Тут и Христос не был распятый, а уже действовала благодать Божья. А речь идет не о исцелении и временном воскрешении, а о Царстве Божьем. То есть, Царствие Божие имеется в виду, наверное, уже вечное блаженство. Я так понимаю. Но Христос говорит, Царство Божие внутрь вас и есть. Уже сейчас, в наши земные пленные дни. А как оно есть? Примеряемся с Богом, причащаемся, причистим тело, его и крови. Там просто все. И уже Царство Божие у нас есть. Так, ну... Давай. Там конкретно с Луки 3 глава и 10 стиха и дальше рассказывается, что воинам там делать то-то, тем-то отдай одежду. Но уже какой-то есть сила употребления. Что тут непонятного? Лука 3 глава, 10 стиха и далее. Там все описывается. Что значит, какая сила должна применяться? Все понятно? Видишь, Христос распят не был, но до распятия Христа совесть-то Богом в каждого человека была вдумана. Совесть. По совести ты вдовы виноградник-то забрала. Конечно, не по совести. Она это чувствует, понимает, а Христос не был распят. По совести ты, Давид. Он взял жену чужого, а его отправил на войну, чтобы его убило. А Христос не был распят. Так ему пророк возвестил про это, он сразу заплакал, раскаялся. А Христа не был распят. Значит, Дух Святой и тогда действовал, и сейчас. Но тут надо тоже немножко понимать. Иудеи-то они не хотели Христа принимать. И им нужно было увещевать и увещевать, что без Христа вы не спасетесь делами своими праведными. Потому что нет праведного ни одного. Все согрешили. А они лукают. А нет, я не согрею. Я живу, никого не убиваю. Но ты не убиваешь, но ты прелюбодействуешь, например. А кто сказал не убить, то ты и сказал не прелюбодействуешь. То есть все нужно соблюсти. А все соблюсти невозможно было. Поэтому закон устарел. Он как бы изжил свое. Поэтому нужна была появиться благодать. Благодать Иисуса Христа, который теперь сам показал своим примером. Он прожил безгрешно. Его распяли, и Он воскрес. И теперь взирая на Него, конечно, легче нам, христианам. У нас есть первосвященник Христос, глядя на Него. И жития святых мы считаем. Вячеслав, он просто конкретно это отнес ко времени Яна Крестителя. От этого времени Царствие Божие расчищает там прилагающие усилия. Вопрос вот в чем. Одно дело совесть, другое дело благодать действовала. Действовала не во всей полноте. А откуда это видно? Из слов апостола Павла. Не обманывайтесь. Всякое доброе даяние от Отца Светов. От Отца Светов. Определенно. И люди, которые ничего не знали совершенно, но они видели нуждающего, видели сироту. И говорит, когда перечисляет он, да это потом уже стали относить все это к одной благодати. Вот Христос является. И Думалу сказал, примите Духа Святого. 20-28. Ну так приняли? Приняли. А чего тогда ждать день Пятидесятницы? А Даша говорит, сидите, ждите, пока облечете силы свыше. Они получили дар прощать грехи, кому простить и проститься. Ни на что, на другое не получили. Над смелое исповедание не получили. И поэтому они 10 дней, как в анабиозе, замерли и сидели, как окостенелая. Но когда Дух Святой в огненных языках коснулся сердец, проник в жилы к ним, в кости, вот тут огонь полохнул, тогда всюду и везде. Добрые дела от Отца Света. И поэтому Иоанн Креститель говорит, что довольствуйтесь жалобанием, никого не обижайте, у кого две рубашки одну отдайте. То есть он надавил именно на совесть. Вот Сергей Пупков правильно это и подметил. И Вячеслав, вот этот ответ такой есть, что да, они до конца не знали, но в зачаточном виде имели. Почему Христос говорит, поклонник копыщи, духи истины. Так а что, до него не поклонялись, до Христа? Не поклонялись. Они поклонялись в духе, но не в истине. А как понимать? То есть духовно, но приносили все в образах. А истина во Христе. Там ягненка кололи, а здесь агнец Божий. Там жертвенник из камней двенадцати, здесь крест Христов. И поэтому духовно надо разуметь, о чем Христос говорил. Духовное сообразуясь с духовным. Это не просто так. Чтобы изучить машину, сколько времени надо. А тут, говорит, исследуйте самих себя, Павел говорит верующим. Исследуйте, верили вы. И потом вздыхает, а многие потерпели кораблекрушение в вере. В вере, не без веры. А то я уверовал. Уверовал, это начало пути. Дали ревнуй. Так, чтобы всем рядом находящимся было видно. Это город на вершине горы. Родственники знали, какой он гневливый, как Ефрем, Сирин. Слово нельзя сказать. Сейчас же, говорит, сдащи даст. И вдруг его узнать никто не может. Что? Благодать коснулась. Почему Христос сказал, говорит, мы знаем, чему кланяемся. Вот почему мы кланяемся. А вы не знаете. То есть, почему мы кланяемся? Поклоны делаем. Потому что прямое указание. Мы знаем, чему кланяемся. И поклоны ни один, ни два. Как протопопа вакуум. Три тысячи поклонов. И жена рядом станет. А еще ребятишки не пищат. Отошел. Так, Вячеслав, доволен ответом? Абсолютно. Спасибо. Кто-то еще хотел спросить, пожалуйста. Я хотел, Сергей, можно? Да, Андрей, давай. Ну, у меня такой жизненный вопрос. Не по теме. Значит, вот стою в храме, наблюдаю за священником. Священники исповедуют людей. Значит. И постоянно наблюдаю. Вот подходит человек, исповедуется. А священник, ух, ух, мылочка у него такая сразу. Такой микроскал такой на лице. Он что-то так подхихочивает. Такой. Ну, везет как-то себя. Я так сначала думал, может, с одним человеком. А это каждый подходит. И каждому человеку у него какая-то улыбочка под кишечкой. У меня такое сложилось впечатление, что как будто священнику они рассказывают не грехи свои, а анекдоты как будто рассказывают ему. То есть, ну, это у меня такое было, ну, сложилось такое мнение. Я когда исповедовался ему, я специально за ним так посмотрел, значит, как бы. Я исповедуюсь, он не улыбается ничего, то есть, ну, не знаю, может, он видит, знает, ну, мое расположение, что я, допустим, ну, у меня и беседы с ним были. Вот. Но по поводу вот этого я еще с ним не разговаривал. И мне вот на душе неспокойно. Я прямо чувствую, что я обязан его, ну, не то что обличит, но, по крайней мере, высказать ему, что, ну, не должен, наверное, священнику на исповеди вот так себя вести. То есть, ну, не знаю, то есть, вот, в таком вот случае... Вот так. Закрыть программу или что? А? Что делать-то? Закрыть? Никита, выручай. Что тут нажать-то? А то что-нибудь не то. Ну-ка, смотри, она побелела какая. Как бельмо на глазу. Ну, все, не ела давно уже, от голода уже. А? Закрыть. Закрыть как, вот это вот? Ну, вот, закрыть написано. Вот, закрыть, да? Ну, да. Дальше. Без хвостовый, он должен. Ну? Ну, я не шо, и открыть. А где открыть? Ну, как всегда, на рабочем столе или вот снизу вот это... Ну, у меня открыто. Ну, нажмите. Вот, все, ждем. Больше, я так еще открывать, я не знаю. Ну. Войти, да? Не-не-не-не-не. Вот, нет-нет. Я сказал, не отходи, бери. Теперь нет. Ничего не делаю, а сразу бросают. Заведи. Ты вслух говори, что делаешь? Ну, что, захожу в скайп еще раз. Я это и сделал. Толкнул. Написано, войти, я вошел. Если не это, значит, не это. Что ж такое-то? Я наставить не могу. Но Сергей, чтобы принял нас, написать ему. Предупреждение. Не удалось получить. Главное, страница скайпа недоступна. Что дальше делать? Подождать надо. Все? Подождать. Подождать. Согласен. О, пожалуйста. Трамп вышел. Так, ну, еще дальше-то. Ну, на это, зайдите в группу. Нас выкинули вовремя. Сюда вот. Все, звоните. Скажите, нельзя звонить. Нет, звонить не надо. Надо Сергея написать там. На, пиши. Пиши. Сергей. Прими нас. Давай. Не выключай только тогда, когда так вот. Сергей, прими нас. Все. Можно нажать? Да. Спросить у него? Или не спросить? В этом поводу. Все, вопрос упомянутый. Спроси. Подойди, спроси. Игнатий Тихонович, можете что-нибудь сказать по этому поводу? Может быть, жития святых? Или, ну, имеются какие-нибудь вот такие изречения, скажем так, как должен священник выслушивать испоруди? Брат Андрей, я до конца, может быть, и не расслышал, потому что у нас вырубалось что-то здесь и не работало. Ага. Они вот так вот ведут себя, но и присылают секретаря, я не побоюсь назвать его, Беляев отец Сергий. И вот он, когда первый раз зашел, я его провел в наш храм, а он у нас домовая церковь-то у нас, она храм, ну, без купола, все. Я открываю алтарь, он сразу шагнул туда и упал перед алтарем. Вы меня слышите? Да, да, конечно. Он завоевал мое сердце раз и навсегда. Я потом это сказал, когда он приехал с архиереем, митрополитом Сергием, про этот факт. Его никто не побуждал к этому, ничего нету, молитва. А вот Сергий Желудков как раз пишет, что они там делают. Это отдельная книга в интернете, зарядите Желудков. Он заходит, священник, а галоши спадали, он, а престол вот так внизу бьет, галоши надевает. Ну, такие вот вещи. Понятно, что это, если ты благоговеешь, я вот чтец, имею право входить в алтарь, но я не захожу. Некоторые меня в общем даже не видали. Когда архиерей приезжает и нужно благословиться на чтение Евангелия, не Евангелие там это, или на проповедь, с Библии в руках, тогда я захожу, меня просто затолкают. Я боюсь, у меня большое благоговение к алтарю. Никогда не захожу. И это передалось мне, как он себя повел. А вот бывает такой вот священник, я ему стал говорить, а он мне кулаком вбок. А брось заливать-то, поехали в ресторан. Но проходит какое-то время, я уехал оттуда. Его звать Сергей Бузмаков из Бишкека, Фрунзе. Он меня стал искать здесь. А он казалось совершенно непробиваемым. Вот такой вот весельчак смеется, мажет не руку младенца, а кофточку матери. Я все это написал архиерею. И он не обиделся. Ну а потом, видимо, сердце его коснулось. Все зависит. Ваше замещание абсолютно правильное. Но встаньте в уголок, пока молитесь, за ним не наблюдайте. Помолитесь. Ну положите себе на основание месяца два хотя бы. Молитесь. А дальше подойдите и побеседуйте. Ну у меня вот такой опыт. Сначала самому надо удалиться. И глаза опустить вниз и не видеть никогда ничего. А потом уже подойти. И я скажу, что чтобы полностью священники никогда не раскаялись, почти нету. Я сижу в тюрьме, в тюрьме еще не осужденный. И добился, чтобы КГБ пропустили настоятеля. А он всю жизнь против меня воюет. Благочинный-то. И он приехал и меня исповедовал и причастил. Он меня завоевал раз и навсегда. Даже где я его обличал, я не стал ничего говорить. Я только стал плакать. Вот как Бог делает. То есть Бог меняет структуру, меняет подход, направление. И это все в нас, внутрь нас. Как у Толстого мужа говорил, все в тобе, в тобе, внутри. Может, я и неправильно поступаю. Я не настаиваю на этом. Но я нашел, что для меня лучший выход спрятаться. Не смотреть, молиться и плакать. И написали, Игнать, он может в ограде церковной стоять на коленях и часами плакать непрерывно. Бог дал мне этот дар. А священник в это время, прямо его всего согнуло. Ну что ты убиваешься, ну то, другое. Он стал меня уже уговаривать. Я бы никогда не добился ни красноречием, ничем. Да его у меня и нет-то. Я на безрыбье рак рыба. Вот такое дело. Такой у меня опыт. Я бы, знаете, можно... Это как Анна пришла в храм молиться за сына. Она бесплодна, вы помните это, да? И священнику она показалась какой? Пьяная, выпившая вина. И сказал он ей, что иди и проспи сначала. Ну я так своими какими. Ну правильно. Она его не осудила. Спасибо. Именно так. Прямо священник Ильич, он ее нетрезвый. А потому что она вскоре без сердца говорила. Но она ему пояснила. Ну когда все время общаешься, у тебя опыт накапливается. Опыт. Вот у меня иногда подходят люди, привозят человека, чтобы побеседовали. А я ни одного слова не сказал ему. А почему не сказал? Не могу объяснить. Уста закрытые. А другой, кажется, совершенно неподготовленный. Я вдруг начинаю говорить, тайно ему открывать. Что это? У меня нет опыта достаточного. Нету. Я просто, как говорится, на этим молитвенном состоянии пытаюсь это узнать. Найти ответ у Бога. Правильно ли я поступаю? Укажи мне, Господи. Понятно. Спасибо. Дело в том, что я уже два месяца и больше, может, и четыре месяца молюсь за этого священника. Значит, вот. И просто сегодня настал такой день просто, что я как бы решил к нему подойти и просто, ну, не то что там, но аккуратно спросить у него, почему вот так вот он делает. То есть поставив ему пример Кронштадтского, что он должен все-таки о своей пасхе переживать, а не улыбаться. То есть, вот. Поэтому, как бы, вопрос этот и задал. Так что... Я не сужу, а просто говорю, что вы поступаете правильно, согласно книге пророка Иезекииля, 3 глава, 18 стих. Вы оправданы, вы не будете отвечать за него, но сказать надо, выбрать момент подходящий. Не как дядь щукарь. Когда Макар Нагульный его отругал, эх, говорит, надо было после обеда прийти, когда он сытый. Да, 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 понял. Ну, спаси Христос. Слава Иисусу. Так, еще вопросы? Так, ну... Семь минут у нас осталось. Продолжим тогда, наверное, да? Римлянам, 11 глава, 7 стих. Что же, Израиль чего искал, того не получил. Избранные же получили, а прочие ожесточились. Толкование. Объяснив, что такое благодать, то есть, что она есть дар Божий, помимо дел, говорит, что израилетяне, ища праведности, не получили ее, потому что искали ее худо и отдел, чем невозможно получить ее. Избранные же получили. Словом, получили показывает величие благ и то, что все есть дело благодати Божией. И мы в обыкновенной беседе говорим, он получил прибыль, то есть, приобрел выгоду без труда. По-нашему сказать, на халяву. Вопросы? У меня вопрос, можно? Да. Скажите, пожалуйста, здесь, которые не получили и ожесточились, это из-за зависти к избранным, которые получили? Спасибо. Ну, поди Пилат понимал Христа, предали из зависти. Те не понимали, может быть, что завидовали. Хотя, завидовали, конечно. Но зависть – это такой грех, в котором очень сложно и почти невозможно признаться. еще есть местописание, когда говорит, говорит, все иудеи слушают, слушают, а потом говорит, а я пойду к язычникам. И тут они, конечно, разорвали на себе, прямо внутри. Что? Из-за чего? Из-за зависти. И они тоже, эти иудеи, а что это вот? Они язычников-то не хотели принимать. Но они видели, что Божья благодать на них, что они обращаются от идолов, начинают служить Богу. Почему они упорствовали? Тут зависть или упорство, или что еще? Я, скорее всего, думаю, упорство. А кто ты, что споришь с Богом? То есть Бог так решил, иудеи не приняли, приняли язычников. Кто ты, глина, что споришь с горшечником? Он на одни сосуды для естественного потребления делает другие, для низкого, для высшего. Это Бог. И зачем нам ему, как говорится, завидовать за то, что... Ну, вообрази, вот ты был бы иудеем, да, вот народ избранный Божий, ты знал, что тебя с детства воспитывали, что ты народ. И тут какой-то народ такой вот, ну, язычники, которые камням поклоняются, лягушкам, побрякушкам там, и ты видишь, что они тоже становятся народом Божьим. Одни позавидовали, начинали упорствовать, а другие возрадовались. Ну, не сразу, может быть, но Павел их убедил, примирил. Если им такая благодать будет, что же вы упираетесь-то? Ну, вот. Поэтому... Можно я скажу одно слово? Давай. Здесь вопрос был ожесточаемый. Ожесточились. Если у одних сердца обмякло, и они обратились к Богу Господу, то ожесточились. Ожесточились против кого? Не против же братьев своих. Здесь не в зависти дело. А ожесточились против Бога, потому что грехи им их, вот, черт в свое сердце, грехи, не давали им обратиться к Богу. Потому что один был сребролюбивый, другой был блудливый, третий был еще какой-то. И вот эти вот грехи, они не могли... Вот это и есть ожесточение. Вот в общем ожесточение. Да. Да, что удивительно, когда женщину, взятую в прелюбодеянии, они привели ко Христу, и Моисей повелевал бить таких камнями. И что, Христос, кто из вас без греха первый бросил и вторый? И ни одного не нашлось. И ни одного. Да, действительно, грех отдаляет людей от Бога, от благодати тоже. Но были во все времена люди, которые жили праведно. Всегда они были. Всегда люди спасались. И Христос из Ана-то потом выводил кого? Не верующих или верующих? Верующих, конечно. Благочестивых людей. А вот Каин убил Авеля из-за зависти. То есть ожесточилось же сердце Каина по отношению к Авере, что дар Бог принял Авеля, а его отверг. Непонятно. То ли слово, то ли. Ну да, из-за зависти. Но видишь, и людей-то чувствовали ли они себя отвержены? Вот, давайте по Слову Божьему. Ожесточилось сердце, ожесточилось. Где это самое? Давайте по Библии. Почему поникло лицо твое? Почему? Если ты поникаешь лицом, то грех при дверях лежит. А ты в ласку над ним, сказано. А Бог увидел, и сразу говорит, что это там с тобой случилось? Ну-ка, Каин, ты чего это так себя ведешь? Что ты там лицо-то серьезное сделал? Как священник с Андреем, понимаешь ли, на исповеди. Ну-ка смотри, там грех при дверях лежит. Ну давай в ласку над ним. Ну-ка гони его прочь. Грех. А там ожесточил, он не ожесточил. Там это уже дело десятое. Вот, а может ожесточить там. Но здесь, говорится, ожесточились против Бога прежде это было. А Каин и Авель, это, ну, немножко другая история. В общем, дело. Может и против человека ожесточить, но... Вопрос в чем? Завидовали иудеи и язычников. В том плане, это так же, как и завидовал Каин и Авель. А у Феофилакта изначально говорилось о том, что одни обратились в Бога, другие ожесточились. Вот. Об этом, значит... Мы не об ожесточении, мы о зависти сейчас вопрос идем. Зачем ты про ожесточение? А, ну все, мы о зависти. Зависть-то страшное дело. Игнать Тихонич, завидовали или не завидовали? Нет, давайте прочитаем, как Библия говорит, правильно Сергей говорит. Первое послание Иоанна 3, 12. Откройте, прочитайте. Ответ вот где находится. Первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих. Мы сейчас два места найдем. А другое Евангелие от Луки. Точный ответ дается прямо по вопросу. Считайте. Первое Иоанна, 3, 12. Не так, как Каин, который был от Лукава и убил брата своего. А за что убил? За то, что дела его были злые, а дела брата его правильные. Все, ни слова не добавляем. Ничего здесь, ни о зависти, ничего. Злы и правильные. Второе. Это ответ дается о Каине и Савелем. Второе, когда говорили, это Евангелие от Луки, 4 глава. Вот сейчас прочитай, чтобы видно было. Из 19 стиха. С 18. Евангелие от Луки, 4, 18. Несколько минут, мы побольше побудем, но зато мы увидим. Ответ какой дается. Отвини ответ только в одном месте. Дум Господень на мне, Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, И послал меня исцелять сокрушенных сердцем, Проповедовать пленным освобождение, Слепым прозрение, Отпустить измученных на свободу. Проповедовать лето Господне благоприятное. Дальше читаем. Да, дальше. И закрыв книгу, И отдав служителю, Сел, И глаза всех в синагоге были устремлены на него. Вот. Теперь посмотри, что он говорит. Дух Господень на мне, Это радостное. Второе, Помазал меня благовествовать нищим, Два, Послал исцелять сокрушенных сердцем, Три, Проповедовать пленным освобождение, Четыре, Слепым прозрение, Пять, Отпустить измученных на свободу, Шесть, Проповедовать лето Господне, И закрыл книгу, Отдал, Что всех в синагоге были устремлены на него. Благодать. А теперь смотри дальше, Считай. Из-за чего вдруг они, Все переменили мнение мгновенно, Переменили мнение, И пожелали убить его. Только сейчас закрыл книгу, В рот смотрели. Двадцатый стих. И, Так, Двадцать второй стих. И все засвидетельствовали ему это, И дивились словам благодати, Исходившим из уст его, И говорили, Не Иосифов ли это сын? Ну, если это так, Они видели, Что благодать, Христос сам разрушает Собственный авторитет. Мы почитали, Семь моментов, Которые Израиль жаждал. Это ежедневно они встречались С недостатком этих даров. И вдруг увидели, Все, Исполнилось, Чаяния тысячелетий. Но они приняли, Готовы воцарить его, Говорит. И дальше-то что? Считай дальше. 23 стих. Он сказал им, Конечно, Вы скажете мне Присловие, Врач, Исцели самого себя, Сделай здесь, В твоем Отечестве, То, Что мы слышали, Было в Капернауме. И сказал, Истинно, Говорю вам, Никакой пророк Не принимается В своем Отечестве. Поистине, Говорю вам, Много вдох было В Израиле Во дни Ильи, Когда заключено было Небо три года И шесть месяцев, Так что сделался Большой голод По всей земле. И ни к одной из них Не был послан Илья, А только К овдове Сарепту Сидонскую. Много также было Прокаженных в Израиле При пророке Ильисеи, И ни один из них Не очистился, Кроме Неймана Сириянина. Услышав это, Все в синагоге Исполнились ярости, Истав, Выгнали его Вон из города И повели На вершину горы, На которой Город их Был построен, Чтобы свернуть его. Вот какое дело. Только сейчас Одна благодать Сплошная. Он ничего не сделал. Но вот это Надмение, Возвышение, Мгновенно было Порушено Примерами Священного Писания. Он не сказал, Вы злые, Вы меня распнете, Ничего. Просто два примера Показал. И в обоих примерах Язычники оказалось Лучше. Пророк Через всю страну Прошел И дошел До Сарепто-Сидонской. Ни к одной еврейской Вдове он не зашел. А вдов там было Пруд-пруди. И здесь Сколько было прокаженных. И издалека Только один пришел. Почему? Он удостоился этого. Он смиренно Это принял. И вдову-то он испытал. Она говорит, Всего там у нас Горском муки. А сначала мне Препешку приготовь. Это эгоистичный Такой приказ-то был. Но нам умрем-то да. И вот здесь Показывает. Вот где пример. Нас испытывает Господь В самом затруднительном Положении. И те, Которые сегодня Нас хвалили, Завтра будут Поносить. Не надо Причины никакой Искать, Кроме того, Что это в людях. Да, по зависти. Это когда Предали на распятие. Но здесь Он показал Этими примерами Что вы В сравнении С язычниками Хуже псов. Хуже собак. Вы сейчас Меня терзать будете. Вы меня сейчас Хотите Сбросить с вершины. Вот и все. Вот два ответа, Которые дает Бог нам Из своего Святого Слова. Из Святого Евангелия. Все на сегодня. Спаси Христос. Аллилуйя. Помолимся. Спаси Христос. Владимир Павел. Любящий наш Отец Небесный, Мы пристали Перед тобой, Чтобы высказать Благодарность И воздать тебе Словословие. Ты возвратил Нашего брата Виктора. Слава тебе. Благослови И Василия В его путешествии. Продли Нашу жизнь. Во славу тебе. Ты позволил Нам склониться У ног твоих Открыть Святую Библию И поучаться По трудам Святых Отцов. Слава тебе. Благослови Нас, Владыка, Дабы в сердцах Нашего Мир и Любовь. Мы снова Дожили До дня Рождества Твоего. Соделай Сердце Наше Вместилищем Духа Святого, Чтобы Сердце Наше Было Как ясли В которых Ты возлежал Тебе Божья Слава Тебе Хвала В честь И поклонение Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Спасибо, Господи И Виктор Вернулся И ты Доехал До дому Мы очень Очень рады За вас Ты получил Все, что Хотел Получить Все Получил Спасибо Даже больше Аллилуйя Ну все Во славу Божию Ой, то малыши Поклон им передавай Летом жду вас Всех в гости Хорошо Спаси Христос Все Поблагодари мать свою Сестру мою Вот у тебя Наивасилий дома Вообще День какой